На этого место встречи что-то мы увлеклись, поэтому всего два человека. Вернемся к началу разговора. Так все-таки нужен ли контроль, государственный контроль деятельности артистов, которые работают за счет государства, Алексей Геннадьевич? Государственный контроль должен быть только в одном отношении. Соблюдает человек закон или не соблюдает. Все остальное, так сказать, можно подвязать под репрессии. Даже дополнительные появляющиеся законы в виде дискредитации на агентов и так далее. Это все, так сказать, артист государственного театра имеет право горбатого лепить. Все, я понял. Я хочу сказать, что артист, когда приходит работать в театр, он служит в театре. И если артист, если деятель культуры подписывает контракт с государством, контракт с государственным театром, то, наверное, он должен выполнять определенные правила, которые не должны позволять дискредитировать страну, на которой он работает. И я абсолютно согласна. Этот перечень правил должен быть публичным, понятным для артиста и абсолютно для всех. Займитесь. Про артистов это тема сложная. А вот где точно нужны определенный контроль, так это за тем, что наши зрители пишут в комментариях в нашем телеграм-канале. И ладно про меня. Про меня это все давно известно. Я неприятный соросенок. Но друг про друга, дорогие телезрители. Вы все-таки когда эти комментарии там оставляете, а у нас под одним из выпусков было больше двух тысяч, вы все-таки друг друга-то уважаете, меня можно нету. Да, можно Ваню руку. А вообще, что я могу сказать? Это очень сложный процесс организации культурной жизни. Ваня абсолютно прав. А у вас есть в поселке клуб, где вы все отдыхаете? Да был. Закрыли его. Там они все напивались, а потом дрались. А кто они? Мы? Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будни эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...